Какие многие вещи в России, к сожалению, вот эта федеральная цельвая программа на укрепление единства российской нации и поддержку культурной самобытности отдельных народов, сама все она абсурдна. Почему? Потому что невозможно укреплять что-то единое, поддерживая различия. Это вот так не бывает. Поддерживать надо что-то одно, вокруг которого будут формироваться маленькие группы, прилепляться к этому большому единому. В противном случае ничего не получится. То есть если татарам говорить, что вы говорите на татарском языке, вы татары, у вас свое собственное государство, но все мы вместе российская нация, рано или поздно татары скажут, а зачем нам российская нация, у нас свое государство, мы сами по себе, мы не ощущаем себя россиянами. И это проявляется, кстати, на различных внешних мероприятиях, в том числе на спортивных. Представители Татарстана всегда с флагом Татарстана. Когда играет команда в Казани и команда из других регионов России, играет сначала гимн России, потом гимн Татарстана. Это абсурд. Я считаю, что единственным залогом стабильного развития Российской Федерации, точнее России, является постепенный переход к историческому основе, то есть созданию унитарного государства, если говорить о том, что нам нужно какое-то национальное единство. Только унитарное государство, без каких-либо так называемых национальных культурных автономий и псевдогосударственных образований. Если кто-то хочет поддерживать свой собственный народ, пожалуйста, пускай скидываются и поддерживают государство. Я думаю, препятствовать этому не будет. Более того, если кто-то хочет жить по шариату, пожалуйста, давайте создадим специальные области или резервации какие-то. В этом слове, кстати, нет ничего обидного. Например, в Соединенных Штатах в резервациях люди мечтают жить. Даже некоторые в судах судятся, чтобы им предоставили возможность жить в резервации, потому что там больше прав, больше возможностей. Поэтому те, кто хочет жить по шариату, например, в некоторых селах в Дегестане, надо предоставить такую возможность. Но вся остальная Россия должна быть государством унитарным, построенным на русской культуре, с преобладанием православных основ, светским, тем не менее, государством. Тогда будет какое-то единство. Если укреплять различия, то единства быть не может.